Приветствую вас, если просто, если просто, то нужно научиться личной ответственности и нужно повыщаться на оценку. То есть, условно говоря, не совсем мне видится связь между тем, что вы пишете. То есть, я вижу скорее противоречия определенные, я вижу определенные противоречия скорее. То есть, вы говорите, что человек вас растоптал. Да, вы говорите так. Ну, опять же, если человек вас растоптал, наверное, у вас были какие-то основания для того, чтобы находиться в этой ситуации. То есть, вы оказались в этом, потому что вам, ну, потому что вы нуждались в чем-то. Вот, вы попали в зависимость, под влияние этого человека именно по той простой причине, что вы в чем-то нуждались. И в чем, в чем же, в чем же, где же здесь, ну, ваша вина, в чем же, где же здесь ваша ответственность, в чем же, где же вы плохая. Да, то есть, почему, ну, почему вы так считаете? Ну, вот, то есть, это противоречие, это не разграничение ответственности, условно говоря. Вот, то есть, вы себя считаете плохой и выберете ответственность на себя за то, что от вас не зависит. Вот, ну, и напротив, напротив, ответственность за то, что, ну, за то, что вам нужно нести, да, то есть, вот, ну, там, где нужно нести ответственность, вы ее не несете. По ряду причин, вот, это, это вот такой момент. Итак, вы пишите, а, с детства чувствовал себя плохой. То есть, кто вам носил, что вы плохая, да, это вот, э, позиция я минус, за мной что-то не дашь. Так, это могли носить только родители. А, чувство вины сильнейшее. Перед кем? Опять же, чувство вины, это, не, ваше чувство, а это, скорее, чувство, э, э... Э, ну, чувство ваших родителей. Ваши семьи, именно они внушили вам эту вину, для чего это было сделано ими, кому было это выгодно, вот это нужно вам разбирать, да, вот, перед кем чувство вины, что вы должны сделать, если следовать этому чувству, чувству вины, вот, по какой причине те, кто вам это чувство вины привил, да, по какой причине вот те люди как бы сами, сами ответственность за, ну, сами ответственность за себя же не несут. У этого тоже должны быть основания. Дальше, в юночестве, задолела психические проблемы, какого рода, все очень заболели, проходили ли лечение вы, вот. Дальше, попало под влияние не очень хорошего человека. Попали под влияние не очень хорошего человека, чтобы что? Изначально. То есть, изначально вы попали под влияние не очень хорошего человека, потому что, потому что вам это, ну, было нужно. Следующий год. Но ведь правильно же. Ведь не просто так вы попали под влияние другого человека, а попали, потому что нуждались в, ну, в чем-то. Вот и вопрос к вам возникает, в чем нуждались? В любви, в принятии. А может быть вы вообще считаете, что любить вас, к примеру, можно только вот, ну, только вот так, через, ну, через унижение, да, как вот вы испичите, через растоптание вас же. То есть, может быть вы по-другому это отношение и не видите никак. Для вас, может быть, это, ну, невозможно по-другому. То есть, я не знаю, опять же, я не знаю, как обстоят дела. Может быть, может быть, может быть так, а может и нет. Но ваши желания, какими бы они ни были, нужно раскрыть. Дальше. Растоптал. Что это значит? Это значит, что у вас были определенные ожидания, которые проистекают из желаний. Значит, ответственность за который тех вы возложили на человека. То есть, растоптать он вас мог только потому, что вы были уязвимы для него. А уязвимы вы могли быть для него только в том случае, если ответственность за жизненно важные истории, касающиеся вас, вы перекладывали на него. Потому и растоптал. Говорил ты чмо, я соглашался с этим. Почему? Я не считаю себя виноватой. А как же вы пишете чувства вины со мной сейчас? Или вы имеете ввиду, не ощущая себя виноватой перед ним? Так вы ощущаете себя просто виноватой. Ощущая себя осверненный, плохой. Что можно сделать в таком случае? Ну... Работать с вашей системой ценностей, потому что... Ну что значит плохой? Что значит плохой? Плохой может быть сыр. Плохой может быть еда. Плохая может быть погода. И то не всегда. А вы что? Как можно человеку применять такое определение, как плохой? Это очень субъективная и ограниченная позиция. Говорит, что человек, ну, какой-то, да, он плохой. Вы такая, какая вы есть. Никто не праве вас, значит, осуждать. Никто не праве выносить вам оценки. Вот. Если это происходит, значит, как бы у людей есть, ну... Спередные проблемы, на мой взгляд. Дальше. Что мы делаем в таком случае? Ну, значит, сказал, да, надо мной переодевались, плохое чувство. Тебя я. Ну... Как бы это внутренний конфликт, на самом деле. То есть, вы... Вы можете считать, например, что... Ну, что вы не должны были позволять над вами издеваться. И теперь вы вините себя за то, что вы это позволили сделать. как бы, ну, человеку, вот, вывините себя за это. На самом деле, опять же, винить себя можно сколько угодно, а дело здесь именно в том, да, дело здесь именно в том, какое желание стояло у истоков. То есть нужно признать свои потребности, которые сейчас, на мой взгляд, ну, вы отрицаете у себя. Дальше, так, что я самый нехороший человек. Самый нехороший человек, из кого? Неблагодарный. А за что нужно быть благодарным? Что я не достойный счастья. А разве можно быть достойным и достойным счастья? То есть, разве не все люди достойны счастья? Каждый по-своему и каждый своего. То есть, что это за такая достаточно, опять же, странная позиция. То есть, почему именно вы не достойны счастья? Вы что, себя какой-то особенный считаете или что? Это вот такая, знаете, скрытое, ну, может быть, внимание, величие, прямо, но это такое вот скрытое превознесение себя над другими. Типа, я не достойный счастья. То есть, человек, человек думает, что он не достойный счастья, а на самом деле себя превозносит. Типа, все достойны, а я нет, я особенный. Хоть так буду особен. Ну, так, в этом смысле вы не особенны, в этом смысле вы... В этом смысле вы такая же, как все. Именно в этом смысле, повторюсь еще раз. Ваша индивидуальность, она проявляется, ну, немножко в другом, но не в этом. Это сто процентов. Дальше, и обо мне, и об меня можно только ноги вытирать. Смешенные чувства, помогите разобраться. Спасибо за ответы заранее. Слушайте, ну, аноним, с вами нужно работать, нужно более подробно узнать вашу историю, проанализировать отношения, которые вы выстраивали. Вот, может быть, тут вот ваши заболевания, ну, как бы влияют, да, я не знаю, но, мне кажется, что вот очень мало информации вы подобрали для, очень мало информации вы подоставили для такого серьезного вопроса, как вот у вас, да, по внутренней предварительности, этих чувствами и так далее. Ну, вот. По описанию могу сказать, что вам нужна психотерапия и точно не одноразово. То есть, я не буду говорить про сроки, не буду говорить про количество, но точно не одноразово. То есть, больше, чем один раз вам нужно будет поработать с психологом. Может, с кем это уже вам выбирать, но мне видится так, такая проблема. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.